Школы могут рассчитывать на поддержку бюджета. Администрация Челябинска готова направить на капитальный ремонт. В общеобразовательных учреждениях дополнительные средства. Первый транш вскоре получит 81-я школа. По словам директора, здесь нужно срочно менять пластиковые панели в столовую или нулю. Иначе могут закрыть пожарные. В том, что 81-я школа действительно нуждается в ремонте, Сергей Давыдов вместе с депутатами городской думы решил убедиться лично. Здание было построено еще в 64-м году, и в нем ни разу не было капитального ремонта. Пожарные нам дали предписание о том, что необходимо удалить панели, которые уже не соответствуют требованиям пожарной безопасности, заменить линолеум, который тоже не соответствует требованиям. В связи с этим нам необходимы финансовые средства для того, чтобы наш зал соответствовал всем нормам и был не опасен для жизни и здоровья наших учащихся. На безопасности детей экономить нельзя, заявил Давыдов. По распоряжению главы администрации буквально на днях в школе появятся строители. Чтобы в течение сентября-октября не только были выделены деньги, но чтобы были выполнены реальные работы. Потому что все-таки учебный год, дети занимаются, надолго развозить здесь стройку не будем, зайдем, очень быстро все это сделаем. Ни для кого не секрет, что расходы на содержание ложатся и на плечи родителей, и спонсоров. 81-й в этом смысле повезло. Школу курирует акционерное общество «Бовит». Ее руководителя по совместительству депутат городской думы Борис Витгов в этом году помог организовать уникальный класс. В нем можно заниматься и теннисом, и танцами. То есть ребята убирают теннис, после того, как поиграют в теннис, убирают теннисные столы, там же есть зеркала в классе, и они занимаются танцами. Также мы сделали коридор на первом этаже, где учатся первоклассники. Вскоре и другие школы смогут получить дополнительные средства на ремонт и техническое оснащение. Сейчас разрабатывается специальная программа. На ее реализацию из бюджета будет направлено 30 миллионов рублей.